Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем наше увлекательное путешествие в главу китового книги Дворин. Напомните мне число, и мы продолжим. Сегодня 11 люля 570-го года. И я напомню вам, что до обеда мы говорили о том, что то, что произошло в Шкене между горой Гризиме и Ваге, мы даже с вами рисовали эти горы, это было нечто обратное, нечто полностью противоположное тому, что происходило у Синая. У Синая была гора, и Тура, голос вообще был сверху, а мы стояли внизу. Это был такой треугольник с основанием внизу. А у гор Гризим, между горой Гризим и Ваге, все было наоборот. Мы стояли наверху, одни коляны здесь, другие коляны здесь, по шесть, а внизу стояли левиты, которые произносили слова проклятия и благословения. И получается, что Тура шла снизу наверх. Народ был наверху, Тура была снизу. И это противоположно совершенно переговорам к треугольникам. Если их совместить, то получится знаменитая фигура Магет Давида. То есть мы видим, что Верет Саэль, Тура, она уже на земле, она внизу. Может, проходит через людей? Может, там же боимый английский народ, получается, Аэль Саэль и Турак. Да, 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 да. Эту фигуру можно расшифровывать как угодно. Есть миллионы всяких объяснений. Но на самом деле это просто, чтобы легче было запомнить. И обратите внимание, что стиль, атмосфера или образ получения Тура в пустыне и левится с вами совершенно противоположное. Например, в пустыне. Это же не только был перевернутый, это не только был такой треугольник, что мы внизу, а Тура сверху идет. Но это в нас, это мы там чуть не поумираемся. Мы сказали, что мы больше не можем выдержать этого, этого коллектива, этого открытия права общества. Это на пределе человеческих силы, может быть, заплезено. А Вера со своей левитой говорят внизу, мы стоим наверху. Никакого, ничего страшного и сверхъестественного не происходит. Ты можешь слушать левитов сколько хочешь, даже если они будут громко кричать, все равно это... от этого не умирают. И поэтому все происходит довольно таким обычным, зазеленым способом, без чудес, гром и молни. То есть Вера со своей левитой, она на месте Тура приходит на место, она уже приземляется и выглядит удобоваримо. И мы с вами говорили, что значение, смысл этих проклятий, которые здесь приведены, это для того, чтобы обезопасить нас от всякого рода элементов, которые могли бы подумать, что так как они втайне делают вещи, они останутся безнаказанными, а мы из-за них всех пострадаем. Да, это вот, например, история с Аханом. Правда, надо сказать, что история с Аханом, которая потом произошла, она произошла не после вот этого принятия Тур-Шкея, а до. Потому что именно по пути к Шкея они должны были взять этот Аль. Тем не менее, как только мы перешли Орда, все, наступила общая израильская ответственность. Тайная, явная все страдания. Поэтому необходимо нейтрализовать их и сказать им, ребята, вы не останетесь безнаказанными. Вы обязательно, на вас обязательно, не на вас, на них обязательно падет проклятие, хотя мы об этом ничего не узнаем, но заранее проклятие на них уже лежит, поскольку весь народ это принял, сказал Амэ, и в том числе и они. И тут уже и не отвертятся. Опять же, конечно, никто уже не дает гарантии, вы же понимаете. Тем не менее, это каким-то образом все-таки является сдерживающим моментом. Вот эта вот общая израильская ответственность, один за всех и все за одного, она вещь, в общем-то, тяжелая, да, потому что, почему я должен страдать за других? Ну, мы видим, когда Ахан украл, и это было причиной поражения в Айе, мы видим, что погибли совершенно другие люди. Много, десятки людей погибло, которые вообще к Ахану никакого отношения, прямого я не имею, но, видимо, нас связывает нечто большее, чем просто какое-то родство. То есть мы видим, что здесь Тура прямо навекает, что у всего Израиля есть общая национальная душа. И надо сказать, что вот эта общая национальная душа, она и называется на языке мудрецов. Такого термина в Танархе нет, но языки на мудрецы этот термин используют. Это называется «Кнесет Исраэль». Никого отношения к Несету это не имеет. Кнесет Исраэль – это такая общая национальная метафизическая душа, с которой невидимыми душевными нитями связаны все сыны и дочери Израиля, а также присоединившиеся к Нему. Теперь, и это отличает нас от других народов, потому что у других народов каждый имеет свой собственный индивидуальный корень, который связывает его со Всевышним. И поэтому обратите внимание, что в этом плане существуют два способа жизни. То есть, если я, я еврей, если я еврей, то чем больше я связан вот с этой национальной судьбой народа Израиля, с этой его национальной жизнью, с национальными корнями, с национальной историей, иными словами, чем больше я еврей, тем ближе я ко всем. А у других народов это совсем не так. Потому что иногда для того, чтобы человеку привлечься ко Всевышнему, ему необходимо как раз наоборот ослабить свои национальные связи и заострить именно свою индивидуальность. Поскольку каждый человек связан с Вишнему напрямую через свою бесконечную жизнь. И поэтому иногда перед человеком стоит такая дилемма. Понимаете? Если народ, частью которого он является, ведет себя замечательно, это моральный, сказочный народ, там все цадики, народ цадик, так нет проблемы быть частью этого общества и связанным с ним, и так далее, ментальным, моральным. Но если, например, общество злодейское, а это бывает со многими двуногими, то для того, чтобы человеку приблизиться ко Всевышнему, ему необходимо в какой-то степени в той или иной мере оторваться даже от своего народа. Приведу, например, далекий пример относительно, это нацистская Германия. Когда нацистская Германия стала нацистской, перед каждым немцем встала задача, дилемма, выбор. Понимаете? Какой выбор? Или же оставаться немцем, или же оставаться человеком. Понимаете? То есть, когда положение более-менее нет проблемы, но есть такой момент, когда какая-либо нация, какой-либо народ находит до такой степени разложения, что уже невозможно и сохранять свой человеческий облик, и быть частью этой нации. Нынешне называется меньше. Да, быть человеком. И поэтому иногда встает выбор такой. Понимаете? Встает такой выбор. Но даже если ничего страшного, особенного не происходит, тем не менее, человек, каждый человек индивидуально связан со всем. Через свою бесконечную душу. И поэтому, сейчас дам тебе слово. И поэтому, чем больше человек, и поэтому часто для того, чтобы приблизиться к вратцу через свою индивидуальность, а это путь человечества, тогда, тогда он должен отдаляться какой-то той или иной степени от этого, того общества, в котором он живет. Бывает ли такая дилемма? Пожалуйста. С нацистом в Германии и... Сделано Эггл-Хайп, ты же еще прибыл в нацистов раз как бы. Урян же поняли. Звучит не страшно. Я про другое. Здесь получается дилемма между человеком выйти или туда выйти, а с эллинизмом как? С кем? Эллинизм. Эллинизм? Эллинизм. Ну, там вроде как бы там тоже жакерин. Там же не было эллинизма, там вроде как сфермура. Там, 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 культура на тебя влияла. Где там? Ты про что говоришь? Греческая культура, по-моему, можно сказать. Вот, греческая культура, но здесь нацизм влиял на человека. Или ты остаться человеком, или ты там зверяешься. Про какую эпоху? Про какой дорог ты говоришь? Что значит греческая культура? Греческая культура, ну или эпоха эллинизма. Эллинизма. Какая эпоха? Тогда, тогдашняя древняя? А, то есть, ты не правильно. Сейчас ты говоришь про эпоху Гренции и пост-Гренции. То есть, ты отправляешь нас на две тысячи назад. то есть, тогда, кстати, был выбор, то есть, остаться человеком, или там, звеньем, можно так сказать. Эй, смотри, по эллинизмической культуре. Опять же, понятно, что в реалистической культуре проблематично, проблематично в ней то, что она, вместо, вместо содержания ставит фон. И вместо связи со всемишним ставят философию. Но, если ты, если ты связываешься со всемишним через свою, не ты, вот, допустим, я не знаю, какой бы ты говорил, или римний, связывай, будешь жителю, ты реалистичный, он связан, через свою индивидуальную душу со всемишним, то, если он берет в качестве формы элементы эллинизмической культуры, то в чем проблема? Вопрос, в эллинизмической культуре проблема стоит в том, берешь ее как форму или как содержание. Сама по себе она неплоха. Вопрос в том, как ты ее используешь. Но у тебя какой-то, видимо, другой вопрос, а я его не понял. Потому что ты его... Не заказал. Ты подумаешь, что ты точно не имел в виду, и тогда я буду тебя тоже прием. Я не умею догадываться до точного, что человек имеет в виду. Вы знаете, иногда, я обратил внимание, есть такая планера у людей, он тебя спрашивает, ну, как ты там с этой, с такой, с такой-то проблемой. А на самом деле, он на усе не хочет, чтобы ты ему рассказал, как ты там решаешь свои проблемы. А он просто хочет рассказать тебе про свои. И поэтому, а я, доивный человек, начинаю излагать то, что я думаю. Потом я понимаю, что это просто он хотел вызовать меня на разговор и поделиться своими вкусами. Но нет у меня вот такого всегда понимания, точно схватить, что человек хочет, иметь в виду. Можно быть психологом. Окей. Учиться, учиться и учиться. Теперь понятно, что на определенном этапе и народы, я имею в виду другие народы, тоже станут вот такими коллективными народами Всевышнего. Это мы знаем от Захарии. Захария, сейчас я не буду открывать, потому что жалко времени, искать главу, вы посмотрите, что он об этом говорит. Субботка. Угу. Субботка будет приходить главу. Не, не, не 14-е, гораздо ближе. И, кстати, я вам напоминаю, что мы с вами Захарию изучали. Я не застал. А здесь вообще нет. Александр все записал. У него все ходы записаны. Так вот, Захария мы записывали. А, это тогда было еще в том классе. Это давно было. Давно, когда еще интернет у нас снимали. До короны. Да? Вся жизнь делится до короны. До короны люди ходили, вместе сидели, разговаривали. Все еще люди ходили без масок. Я уже не могу себе представить. Иногда смотришь какой-то, я уже сейчас смотрю, допустим, какой-то сюжет, да? И, когда это было? Рега-рега-рега. Я чуть не понимаю. Люди ходят, сидят, зрители в трибунах. Это уже не то. Другая реальность. Сразу знаешь, это старый фильм. Сегодня без масок нельзя. Топ. Это я к тому, что понятно, что на определенном этапе и другие новости станут народами Всевышнего появится и такая же коллективная связь. Но пока это не произошло. И поэтому на сегодняшний день, на данном, текущем этапе, связь человека со Всевышним она пролегает через его индивидуальный дух. Что называется нишама. Поскольку каждый человек создан по образу и подобию. И здесь хочу вам привести то, что пишет вовку по поводу различия. Вопрос, который часто поднимают многие двеногие. Он интересует людей. Справедливо, что он интересует людей. В чем отличается еврейская душа и нееврейская. По этому поводу ведь есть разные источники. Например, мы видим с вами, что в трактате Санедрии написано издевитая Мишна, что весь Израиль есть в будущем. Там, правда, есть исключения, но, в конце концов, Израиль. А спрашивается, что с другим? По этому поводу я вам расскажу, что он по этому поводу в сумме говорит Равко. Он говорит, смотри, души человеческие, они, он говорит, что это на основании всего того, что все там традиции, которые у нас есть, понятно, не выйдут бы. Он говорит, смотри, есть два типа душа. Душа израильская и душа неизраильская. Чем они отличаются? Души израильские созданы таким образом, что они уже в потенциале, в ленине потенциале, а в своем строении имеют свойства, которые гарантируют им вечность. Но при этом для того, чтобы эту вечность заслужить, необходимо приложить большие усилия, а если человек не приложил усилий, то он будет проходить потом разного рода исправления и обработки, которые не всегда приятны. Но в конце концов, так как душа у него, она для этого заготовлена, создан таким образом, все равно в конце концов у него будет продолжение, но это будет часто стоить ему больших неприятностей. потому что если человек обязан попасть в вечную жизнь, то значит его придется обрабатывать, если он не заслужен. Окей? Теперь, это души израиля, и поэтому у них есть у него будущие дни, но ради этого нужно будет испытать иногда некоторые трудности, мягко сказать. А неизраильские души созданы с потенциалом вытравку. То есть, если человек заслужил свое моральное победение, тогда у него есть дело будущего не заслужил. Жил как поганка. Не будет у него будущий дни, но зато и всех тех исправлений, обработок тоже у него не будет. Теперь вы спросите, а как же так получается, что люди рождаются или с такими, или с такими душами? А на это пишет нам это обсуждается в трактате Роша-Шанан. Раши приводит знаменитую вещь, не Раши, а Мора приводит, что творения, когда они создавались и создаются, то они создаются с их согласия. Понимаете? То есть, пишет там Раши, душу спрашивают, ты хочешь быть тем-то, тем-то и тем-то? И он говорит, да, ну, поехали. Не хочет? Нет. То есть, нет такого, чтобы существо, я не говорю сейчас про человека, да, а существо, вообще, какое-либо творение, было создано без его согласия, потому что это нечестно. Я не хотел играть в эту игру, а вы меня вытолкнули и запихнули, а потом будете еще спрашивать, да, как говорит Мишна, поневоле родился, поневоле ты живешь, поневоле ты умираешь, поневоле ты дашь потом отчет. И возникает вопрос, ага, если я родился поневоле, то почему, то почему и меня потом, я должен давать ответ поневоле, я не хотел. А за Мишне это, само есть ответ, что видимо человек, который родился, то есть мы все, мы хотели, мы хотели, только когда мы родились, мы уже этого не помним, что мы хотели. И поэтому есть оправдание того, что изменяясь спросят. Так, по крайней мере, парадонии, что спрашивают. Поэтому, когда мы с вами рождаемся, ну, может быть, в первый раз, все эти гигулины, потом, то у меня спрашивают, вот есть родители такие, вот есть такой, 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 это народ, меня сюда спрашивают. То есть, было бы абсолютно несправедливо, если бы это не было частью моего выбора, моего выбора, потому что я спрашиваю, было бы несправедливо. Поэтому, когда человек рождается в ту или иную эпоху, в те реальные родители, в том или ином народе, это на самом деле наш, понимаете? Поэтому, когда человек родился, например, евреем или французом или якутом, то это выбор души. А нам это идет по желанию. Невозможно это сделать без желания. Вы понимаете? Это то, что говорит наша традиция. Я спрашиваю, хочешь, да? И поэтому, например, я помню, когда мои маленькие дети, они предъявляли претензии, а дети всегда предъявляют претензии к родителям. Я им говорю, это то, что вы выбрали. Это их ужасно злило. Лё, лё, вы же? На фон, на фон, вы правы. Родители такие-таки, а пап такой-такой. Но это то, что вы выбрали. О, а как это взявилось, все страшно. Это маленькие детализации. А потом они наоборот, а потом с возраста, когда они взрослевают и принимают себя, они не хотят, не знаю что, чтобы у них быть другие родители. Только вот этих родителей они хотят. Потому что мы этих родителей выберем. Понимаете? Я обращал, не понимаю. А я обращал много раз внимание, когда человек делает обрезание, он уменяется в глазах. Появляется свет в глазах. И поэтому часто можно поделить, если у человека, ну, любой человек, когда ты сравниваешь, ты знаешь человека много лет. И вдруг он приходит, и глаза у него светились. Это же раз, как раз. Есть люди, у которых глаза краснеют по другим причинам. Но это так, потому что действительно у него появляется совершенно новая. Вместе с тем, внешние слои, то есть на эти же годы. Потому что я обычно остаюсь за теми же. Поэтому это очень неудобная жизнь. Но если человек хочет, чужой я не могу любить. Ну, а душа, она как? Запугал я вас. Душа как раз. Что такое душа? Душа, есть разные слои. Есть нишама, есть хая и еще ехида. Афьёна, английская душа другая? Когда ты имеешь в виду душа, что конкретно ты имеешь в виду? А что такое душа? А нет такого слова? Ни в Танефе, ни в Хахаре. Есть нефеш, луа, мишама, хая и ехида. Пять слоев в моей уши. Это ж беда шума. Откуда я знаю? Я ее видел? Да. Так. Субтитры сделал DimaTorzok